Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые партнеры компании Fukuidan World, мир Fukuidan и гости нашего вебинара про личный бренд. Это должно быть интересно и когда я придумал такую тему, это было интересно для меня, потому что об этом сейчас очень много говорят, грубо говоря, из каждого утюга кричат, что нужно развивать личный бренд, что нужно ввести свои социальные сети, там Instagram, YouTube и так далее, сайты делать, развивая личный бренд и вот этот личный бренд, он разобьется, а ты пойдешь спать, отдыхать, загорать, купаться, а личный бренд будет работать вместо тебя, за тебя, потому что он в интернете, потому что он создан, потому что он привлекает людей и он еще и продает. И в общем-то в этом во всем есть много правды, много правды в том, что я сказал в этой сказке, но когда дизайнер нашей компании Ирина делала вот этот слайдик, она мне дала 4 варианта слайда, 4 на выбор и может быть даже надо ее будет спросить потом, она удивилась, что я выбрал этот, потому что обычно я выбираю из предложенных вариантов, ну я смотрю на фон, что там изображено, а здесь смотрите, какие-то нерезкие лица, сколько их тут даже не поймешь, 4, 4 невнятных, невидных человека, но видимо они такие относительно молодые, деловые, разговор какой-то идет, но в общем-то туман, не видно, нерезко и для большинства людей именно так выглядит его личный бренд, вообще непонятно о чем. И закончится формирование личного бренда должно чем? Что есть четкое представление о человеке, о его профессионализме, о его возможно даже каких-то увлечениях личных, может быть даже семья, кто как формирует личный бренд. Обязательно его экспертность, есть такое слово, все о нем говорят, ладно, насколько он профессионал. Экспертность это значит, насколько он профессионален в том, что он продает. Вот такие ужасные слова, продает, продажа. И сначала первые два слайда я хочу показать, что такое бренд. Я пошел в википедию, сделали мы два слайда, там написано, что такое бренд. Это слово от английского языка пришло, оно связано с бизнесом, мы сейчас почитаем, но личный бренд это немножко другое, да, личный бренд, но все-таки бренд это доминирующее слово, поэтому начнем вот с этого самого бренда. Итак, смотрим, что нам говорит википедия. Вообще ремарку такое скажу, википедия не всегда говорит правду, частенько она обманывает, потому что она, ну, такая, иногда политизированная, иногда, скажем, одному разрешено сделать там какие-то коррекции, человеку другому нет. Какая-то сидит комиссия, принимает эти коррекции и, в общем-то, правду иногда сложно найти. Но в таких вещах, ну, понятно, да, перевод с английского, здесь можно им верить. Итак, бренд, клеймо, ну вот, уже не хорошо для человека, да, если говорить про личное клеймо, клеймо ставят на животных, на рабов, да, но так сам на себя, но спишем это на бедность американского языка, а он действительно такой, он бедный, они одним и тем же словом обозначают слишком много понятий. Итак, это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций. Все, что я перечислил, это невозможно увидеть, потрогать, это нечто такое аморфное. Комплекс вот этого вот всего непонятного, что возникает у человека в мозгу, да, ценностных характеристик о продукте либо услуги в сознании потребителя. Ментальная оболочка продукта и услуга. Ну, ментальная, это значит мысленная. Я подчеркну те слова, которые сейчас, на которых хочу остановиться. Продукт и услуга. Когда мы говорим о бренде, когда мы говорим о личном бренде, то мы говорим, если про личном, о себе как о товаре, о себе как о человеке, который предоставляет услугу, да. То есть мы уже не говорим как о личности, а мы немножко, может быть, уже более конкретно, насколько вот эта личность может помочь вам, другому человеку, что она продает, эта личность, что она делает, чем она может быть интересна, какие-то партнерские отношения, за ней стоит какая-то информация. То есть в любом случае, опять-таки, не очень красиво, товар. Когда мы делаем личный бренд, мы понимаем, что мы в данном случае товар или услуга, да. Ну, вот так говорит, так сказать, источник истины. И это правда, потому что везде, где возникают разговоры про личный бренд, идет за ним следом, там, вернее, даже толкающая выгода, прибыль, деньги и так далее и тому подобное. Вот так вот. Объект продажи. И сам факт того, что сейчас личный бренд звучит везде и во всем, тоже связан с их бизнесом. То есть с бизнесом тех людей, которые готовы прийти к нам, к вам и помочь к фирме, какой-либо компании, да, и помочь создать бренд для компании, для продукта. То есть эти люди зарабатывают на этом. Эти люди приходят в компанию, например, и говорят, понимаете, вы создали компанию, а вас никто не знает. Давайте мы создадим еще и ваш бренд. Для этого сделаем логотип, для этого сделаем фирменный стиль. Будем писать про компанию в социальных сетях, в прессе, в СМИ, в телевидении. Вы же сама компания это не можете сделать, вы же в этом не понимаете. А вот мы, профессионалы в раскрутке личного бренда, мы это понимаем. То есть это такие своеобразные рекламные агентства. Сейчас очень много частников, частных людей, которые могут помогать, продвигать личный бренд, если не компании, да, человеку и учат этому. Но когда они учат, ладно, давайте сначала я покажу еще следующую продолжение характеристики, потому что она была длинная, я часть выкинул, а вот это еще конец, да, то, что написано в Википедии. В данном случае мы еще не про личный говорим, а просто про бренд. Итак, бренд, как ассоциация в сознании, целевой аудитории, символизирует какие-либо определенные качества продукта или характеристики самого производителя продукта. Видите, бренд это не про человека, это про фирму или про продукт, про компанию. Для этого бренд должен быть узнаваем. Как правило, права на его использование защищают юридически. И когда обычный человек читает такие вещи, он вообще не понимает, про что это. Он хочет, ему сказали, давай, иди создавай куда-нибудь, в Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбуке, где-то еще там телеграммы, письма, почты, да, создавай свой личный бренд. Он пошел что-то узнать поподробнее, оказывается, юридически надо защитить. Ну, во-первых, это все-таки для компании написано, а во-вторых, уж кто-кто, а человек в современном мире, мы не в диком племени все живем, очень мощно защищен юридически, как личность. Вот, слово личность появляется, у него есть день рождения, гражданство, мама, папа, имя, фамилия, отчество, коды, ИННы, там разные цифры персональные, да, начинается сразу, место рождения, да, вплоть до того, кто принимал роды и так далее, и так далее. Этого человека ведут, то есть юридически человек, как личность, очень четко зафиксирован. И если о вас зовут, можете написать свое имя, фамилию сейчас, да, я прочитаю первые пять имен и фамилии, и мы создадим вам дополнительный кирпичик, да, в здании вашего личного бренда, потому что на вебинаре компании прозвучало ваше имя и ваша фамилия. Пять первых я прочитаю, и мы усилим ваш личный бренд, потому что в вебинаре про личный бренд прозвучат и ваше имя и фамилия. Они юридически закреплены, это очень важно, но не нужно ничего делать, они уже закреплены, у вас есть паспорт, да, бывают однофамильцы, одноименцы, даже люди, которые, но так, чтобы полное соответствие в том же городе, в тот же день родился, да, и те же самые мамы и папа, близнецы, но у них имя будет. Никто не пишет имя и фамилию свою, вы что, меня слышно? Ау! Я понимаю, идут. Итак, к личному бренду, к своему, кирпичик в здание вкладывает. Так, Кабанов Валерий Владимирович, ту-ду-ду-дун, ту-ду-дун, кирпичик, Жанна Садыкова, дальше, сразу три кирпича, да, Акшараевы, Данияр Имарианна и Татьяна Калашникова, Кушербаева Махбуба, ой, опять уже есть, Мирошкина Татьяна, на всякий случай, Алма Кабдешев, Алма Адельбекова написано, да, Туда докидываю кирпичи, Романова Ольга, стоп, хватит. Всех, так сказать, не пожалел времени нашего эфира, Логинова Ирина Юрьевна, хватит, хватит, стоп, стоп, стоп. Личный бренд, это вот имя и фамилия, в конце концов, да, юридически защищены, да, о, радость-то какая, уже не надо вот этим заниматься. Читаем дальше, что тут пишут про бренды. Также одной из важных составляющих бренда является репутация. Угу, ну вот с этим сложнее. Как отдельных сотрудников компании, так и компании в целом или своей продукции. И вот здесь, мы же работаем в сетевом бизнесе, предложено создавать каждому партнеру, каждому человеку личный бренд, но ваш личный бренд прислоняется к тому бренду, который есть у компании. Да, и здесь это очень важно, репутация компании, репутация того, то есть вот любой продукт, понимаете, есть же недоброжелателя, есть еще какие-то случайно возникшие новости, а люди любят передавать новости негативные. Это защита такая человечества, потому что передавать позитив, ну это просто распространяет радость, продлевать жизнь там и так далее, стремиться, чтобы людям было хорошо. Просто. А передавать негатив – это защита. Это защита. То есть быстро передать друг другу негативную информацию, защититься от того возможного, да, чего-то нехорошего, чтобы все знали, потому что это может прийти и убить. Поэтому так уж заложено, да, в человека, что негатив распространяется быстрее, он опасен, он может уничтожить, его надо быстрее, быстрее, быстрее. А позитив идет как идет. Поэтому в нашем бизнесе мы должны стараться и уметь негатив останавливать и не распространять, а позитив увеличивать и распространять. То есть идти против определенных заложенных программ человека. Почему? Понимая, что если придет опасный негатив какой-то, да, ну там вирус, вирус идет, ну вот это распространим, как надо. А если такой просто вот, типа того, что какая-то очередная актриса сделала очередную подтяжку неправильную, и теперь все смотрят на ее фотографии, что там подтянулось, что не подтянулось, да, она создает свой личный бренд в этот момент. Или ей создают на скандалах. Тоже так. Скандал все притянули, все смотрят, лайки, просмотры, подписались. Ух! И у нее стало хорошо в плане личного бренда на отрицательных эмоциях. Но нам-то это зачем? Знать и вообще передавать, да? Итак, да, компания, конечно же, должна стремиться. И здесь для сетевой компании вот слово сотрудник достаточно опасное. В каком плане? Потому что обычная компания, ну, взяла на работу человека, он проштрафился, что-то не так делает. Ну, водитель, например. Да, его взяли на работу водителем, раз врезался, два врезался куда-то, по мелочи, да? Третий ему говорит, ну, извини, нам такой водитель не нужен. До свидания, да? И его уволили. И это создает даже для компании такой бренд. Она говорит, мы увольняем все, кто врезается. Ну, по крайней мере, три раза, да? У нас водители все очень хорошие. Для трех считаем, потом увольняем. То есть надежность, стабильность транспортной компании. А в сетевом мире как? Мы практически никого не увольняем. Люди приходят сами, мы зовем всех. Люди уходят сами. И вот здесь, уходя, многие говорят, а там не тот продукт, там не тот маркетинг. Не у нас, конечно, да, из других компаний. Там не тот, кто ее там, директор по развитию, да? Не тот маркетинг, не такие подарки, не такое признание, не такие про поездки за границу, там что-то еще, не та география. Ругают. И получается, что репутация сетевых компаний – это сложный момент, потому что самые лучшие сетевые компании – все, всегда. И маркетинг меняли, и продукт был разный, и был негатив на продукт. И кто-то приходил к ним, и лидеры уходили, всегда лидеры уходили. Если уходит лидер, кто-то говорит, о, как это, из компании ушел лидер, да, еще целую веточку параллельно к собой забрал, в другую компанию или свою создал. То есть у нас вот это все очень подвижно, так сказать, да? И обычный человек говорит, что то ты в одной компании, то в другой, то у вас один продукт, то другой продукт, то одна цена, то другая цена, то один бонус, то другой бонус. То вы едете в Китай на праздник бесплатно, то вы едете в Грецию на праздник бесплатно свой, то вы едете вот куда-то в Белек на праздник свой бесплатно, то на Канары, что-то у вас все меняется, да? То есть зависть. Но нам нужно за этим следить. Компания в целом, каждый отдельный продукт, каждый отзыв, это сложно. Поэтому у сетевой компании, и особенно у компании Мирфукоидана, здесь получше с чем. Продукт очень хороший, очень хороший, эффективный, мягкий, безопасный. Маркетинг очень хороший. Я уже давно не слышал, кстати говоря, по-моему, даже несколько лет, чтобы его кто-то ругал. Поначалу ругали, потому что не понимали. Типа там много, слишком много разных бонусов. Сделайте один. Было так. А сейчас вот этот бонус поняли, этот бонус, этот поняли, здесь поняли. О, хорошо, много бонусов. Уже не ругают. Так, ну и репутация. А в личном бренде, я подчеркну волной, личный бренд, ваша личная репутация. Ого! То есть, создавая личный бренд, в общем-то, предлагая себя как услугу, как партнера, я партнер, вот компания, будь партнером со мной, приходи партнером в мою команду. Вот я зарабатываю, путешествую, вот я здоровый. Хочешь узнать, как? Давай пообщаемся, будем вместе. Хочешь быть моим партнером, с удовольствием я собираю, или мы собираем, да, мощную партнерскую команду и так далее, и так далее. И будут ковыряться в репутации. И будут заглядывать куда? Ну вот, в Инстаграм, который всем говорят вести, в социальные сети, в Одноклассники даже вот эти древние, ВКонтакте, там, в Фейсбуке и так далее. Будут смотреть, что за репутация у этого человека. Кто что ему написал на стене, под стеной или в комментариях. Как он сам себя изобразил, что он написал. И очень многие люди, не осознавая этого, сами на себя создают досье негатива. Сам. У него фотография, типа, ну, выпендрился, я не знаю, что еще. Сидит из горла, пьет там пиво. Ну, это было, может быть, хорошо. В той компании, где сидели, одноклассники вспоминали детство. Он взял и выставил. Или даже выставил себя. Там еще двое сидит. Одноклассник. Один из них, генеральный директор, там, какой-то компании, да. Второй юрист с именем. И вот они сидят, пиво пьют в бане. И не каждый год, может быть, собрались впервые. Один выложил, зафиксировал, и пошел негатив. Или кто-то очень не любит кошек. И активно пишет об этом. Я кошек ненавижу, я кошек не люблю. Я как вижу кошку, там сразу ищу, как с ней разобраться, да. Все. Создал негатив. Сам на себя. Или кто-то делает фотографию и абсолютно не думает, что люди на ней увидят. И выставляют его в Инстаграм. Не думает, что на этой фотографии увидят те, кто смотрит на эту фотографию. Потому что большинство людей, особенно женщины, они делают фотку себя. Себяшечку, да. Она как-то называется селфи. Себяшечка это селфи. Я такая, я такая, я такая. А что там еще видно на фотографии? Бывает так, что там видна, допустим, разруха. Или какая-то, может быть, бедность. То есть она вышла из дорогой машины, вышла, встала так, чик, но сфотографировала себя на фоне ржавого, старого запорожца. Так вышло. Так получилось. Себя-то она видит довольная, да. Губы, все есть. Глаза. Прическа. А там старый ржавый запорожец. И это для кого-то уже не смешно. То есть где ты ходишь? Что за фон? Что за гаражи за тобой? Почему за тобой не море, а вид на утонувший корабль ржавый, да? То есть если это не написать правильно. Почему ты, говоришь, пошла на природу, а там видно какое-то валяется срубленное дерево или даже там сожженное. То есть фон. Это и есть момент, который нужно учитывать, создавая все. Я специально говорю долго, потому что у меня есть много времени, а тема очень простая. Но когда я говорю долго, вы понимаете, кто планирует заниматься личным бредом или занимается? Ага-га. Ого-госики. Оказывается, фотография – это важно. И то, что на ней еще есть, кроме вас, это важно. Очень важно. И то, что вы написали внизу под фотографией, это тоже очень-очень важно. И по большому счету, когда у нас сейчас говорят личный бренд, личный бренд, личный бренд, они немножечко нас обманывают, вот эти вот пропагандисты. В своих интересах. Все это делают в своих интересах. Потому что те, кто это говорит, они в основном на этом зарабатывают. И хотят, чтобы мы тоже делали свой личный бренд. Допустим, в Инстаграме, что считается проще сейчас. Сфотографировался, выставил, да? Вот. Почему они лукавят? Потому что это очень похоже на то, что если бы... Вот они произнесли такую речь. Послушайте. Быть художником – это очень легко. Вам нужно нарисовать свой портрет, выставить, и все, и вы будете богатым человеком. К вам будут приходить, потому что вы уже художник. Чтобы нарисовать свой портрет, сходите в магазин, купите там кисти, краски, мольберт, холст. Поставьте зеркало, посмотрите на себя. Ну, там лево-право поменялось. Сфотографируйте себя несколько раз. И перерисуйте. Сделайте свой портрет, как это же легко. Себя, карандашиком, потом, не знаю, там, кисточками, да, красочками. И вот вы художник. Как вы думаете, вот сколько человек меня сейчас слышит, да? Напишите, пожалуйста, кто думает, что может нарисовать себя красиво? Кто у нас с художественным вкусом, вот, и с присутствующим? Напишите подробнее. То есть, я нарисую себя красиво. Не в том плане, что я всегда красивая, даже на детском рисунке, реально похожая, как художник. Как художник. Как люди, которые закончили определенные вот эти курсы, там, институты, что у них еще, у художников учились в мастерских, делали работы, да? Может быть, самоучки какие-то великие. И я совсем не удивлюсь, что у нас сейчас никто не может этого сделать. Никто. Скорее всего, так. То есть, можно взять 100 человек, если взять 100 человек, возможно, один из них скажет, ну, я, в принципе, сделаю так, да. Более-менее. Один из 100. И когда нам из каждого утюга кричат, сделай личный бренд, это же просто. Да ничего там простого нет. Это очень сложно. Это неимоверно сложно реально для большинства людей. Потому что они говорят так, сфотографируй хорошо, напиши хорошо, держи линию о себе. Вот у тебя 5 или 4 каких-то основных признаков должно быть личного бренда, ты должен этому следовать. Ни в коем случае не делать это. Обязательно делать это. То есть, сложно. Это сложно. Вот Валерий Кабанов может запросто. Значит, Валерий Кабанов у нас художник. Джил Багаева Сапура у нас художник. Вот. Валерий Кабанов у нас сомневающийся художник. Да? Ну, мало таких. С личным брендом та же история. Ведь нужно, они говорят так, нужно научиться фотографировать. Нужно научиться писать очень хорошо и красиво. о себе, о своем. Нужно еще кем-то стать обязательно, там, экспертом в том или ином. Нужно обязательно соблюдать правила, хэштеги, нужно ввести несколько соцсетей, так, ту-ду-ду-ду-ду-ду. И они мягко показывают, что действительно это очень сложно. Это почти никто не может. Что делают сетевые компании тогда? В помощь людям. Говорят, ты не волнуйтесь, мы вам напишем текст, ну, или не компания даже, а теленые группы, инстаграмчики. Мы напишем текст, текст номер один, текст номер два, текст номер три. Выставляйте. Своё лицо, внизу пишите текст. Что происходит в таких структурах? В мире появляется сначала один лицо и текст, потом пять лицо, текст. Текст такой же. Потом тысяча. Тысяча разных лиц, текст одинаковый. Потом появляется десять тысяч разных лиц, текст одинаковый. Пардон. Где личный бренд, если текст у всех одинаковый? Они говорят, нас так научили, первые, кто это делал, заработали. Да, первые заработали. Вторые, третьи уже ничего не заработают, и у них анти-бренд получается. Их начинают гнать это всё. Говорят, да достали его уже, у вас один и тот же текст, одни и те же примеры, одни и те же картинки, одни и те же истории. Да, потому что, ну, люди сами не умеют, а взяли напечатанные, готовые. Поэтому это сложно. Я вас, может быть, удивил, расстроил, но делать личный бренд очень сложно. У одних это получается, само собой легко, у других сложно. А раз это сложно, то не нужно паниковать, да, и расстраиваться, что у вас это не получается. Не нужно. Просто стараться нужно делать чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. Вот я поговорю сегодня, и вы начнёте чуть-чуть лучше стараться. И у вас ваш личный бренд будет получаться чуть-чуть лучше, потом ещё лучше, потом вы вспомните, что-то ещё, может быть, где-то услышите. И в итоге, если вы будете этим заниматься год, например, думать об этом, то у вас начнётся получаться хорошо. Вот художниками мы не станем, а развивать свой личный бренд можно научиться. Можно. Хотя это сложно. Так, здесь всё ещё про бренд, не про личный. Они, делая бренд, разделяют, маркетологи, да, они разделяют, там, скажем, вот эти понятия, там, товарный знак, товарная марка и сам бренд. Бренд, как мы знаем, это что-то невидимое, да, эфемерное, то, что возникает в голове у человека, когда произносят, например, какой-либо продукт, у человека возникает бренд. Типа коричневый лимонад, коричневая шипучка. У него там раз, кока-кола, допустим, да, хотя коричневых шипучек полно, но раз, возникла кока-кола, и потому что уже забрендировано. Вот. Но хотя это кока-кола, это торговая марка в данном случае, да, а на ней ещё что-то нарисовано, это торговый знак. Но в любом случае, что я хочу сказать, брендом в бизнесе, да, считается вот этот довесочек на материальное. То есть обязательно должно быть что-то материальное, реальное, товар или услуга. Товарный знак, какие-то написания, цвет, буквы, да. Потом возникает ещё торговая марка, они как-то пытаются выделить свой товар от конкурентов, от соседних товаров. То есть, например, в нашей компании Южная Корея производитель является. Джозеф Джен делает продукт. Это уже входит в торговую марку нашу, потому что у других-то нет. Почти ни у кого нет продукта от Джозефа Джена. Ну, один-два конкурента на рынке мы знаем только. Ну, может быть, два-три, да. Это уже выделяет нас, наш фукуэдан, от любого другого фукуэдана, скажем так, китайского или японского. Но, возвращаясь к личному бренду, здесь возникают моментики. А что же кроме бренда-то есть у вас? Кто вы? Что вы добавите? Или на чём вообще этот бренд строится? Кто вы ещё? Стоматолог? Неплохо. Преподаватель? Учитель? Хорошо. Специалист по детям? Ну, классно. Специалист по взрослым? Очень хорошо. Грибник? Грибник. Рыбак? Рыбак? Кто-то же вы ещё, понимаете? То есть, не может быть в нашем деле человек, который вдруг эксперт в нашем сетевом деле, вот в продукте, в компании, в оздоровлении, в создании сетей, в том, что он может взять желающего человека и помочь ему зарабатывать деньги, выйти на доход в тысячу, скажем, евро в месяц, в пять тысяч евро в месяц, его эксперт на чём? Но он же ещё кто-то, этот человек обязательно. Когда мы делаем личный бренд, кусочек личности должен присутствовать обязательно. А не только, когда мы видим иногда, скажем, ленту человека. Человек её делает. А в этой ленте продукт, результат от продукта, фотографию продукта, цена продукта, ещё что-то с продуктом. Продукт, продукт, продукт. То есть, человек подменяет. Он делает ленту про продукт. Понимаете? А к продукту обычно даже и не обращаются. Он сам по себе. Эта компания, это хорошо, потому что, когда такие ошибки, явные ошибки делают наши партнёры, то компании хорошо, потому что информация о продукте шире идёт. Да где-то там мелькает из каждого утюга. Вот вам фококсантин, вот альфа, вот порошок, который помогает уйти от онкологии, вот защита от сахарного диабета во многом, и так далее, и так далее. Компании – хорошо. Продукту – хорошо. А вот той личности, которая ведёт эту ленту, хорошо ли ей? Где? Где её личный бренд? Перепутала личность. Рекламирует другое, не себя. Поэтому фотографии с продуктом, реально, вот с товаром, с продажами, да, рекомендуется иметь, ну, никак не больше, чем одна пятая. 20%, 15%, 10%, 5%. То есть, да, фотография продукта, хорошая, хорошая, внизу текст, да, понимаете, то, что никто не умеет писать, хороший текст, продукт, а потом 4 фотографии другие. О как! А то и 5 других, а то и 7, да, и тогда в других фотографиях вы формируете личный бренд, когда идёт фотография нашего продукта, он добавляется, просто вы ещё вот про это что-то знаете, да, вы можете помочь, подсказать, вы эксперт, к вам можно обратиться, если возникнет потребность. У человека никогда не возникает потребности, например, найти, ну, даже напиток, фукоидан наш, самый знаменитый. Таких потребностей не возникает, никогда. Но у человека возникает потребность найти что-то, что будет решать его проблему со здоровьем или проблему у ребёнка или проблему у бабушки, дедушки. И вот он выясняет, как эту проблему решает, и вдруг он узнаёт, что решает эту проблему напиток фукоидан. И вот тогда он начнёт искать напиток. Ну, в общем-то, он ищет решение проблемы, а не сам напиток. Понимаете? Это тоже важно. То есть мы должны предлагать решение проблем. Самое основное, что предлагает сетевая маркетинга, решение проблемы борьбы с бедностью. Это самое основное. Это главное, для чего существует сетевой маркетинг. Решение проблем бедности. Если ты беден, но не хочешь быть бедным, приходи к нам, научим, подскажем. Ну, может быть, богатым не станешь, но и от бедности уйдёшь. Потому что мы дали тебе в руки инструменты, которым ты можешь пользоваться, чтобы зарабатывать столько, сколько ты достоин, можешь, хочешь, готов. Да? От бедности ты уйдёшь. Это очень важно. Это главный продукт в сетевом маркетинге. Ну, мы, наконец, к личному бренду пришли. Да? И что нам говорят специалисты? Вот эти три слова, вообще слов там больше, и пять, и шесть, может быть, я добавлю. Но первое, экспертность. Опять-таки, вспоминаем. Слово бренд связано с бизнесом. То есть, это не имя даже, да? Мы когда вот говорим, имя человека известно, имя человека прославлено в веках, имя идёт впереди него. Это имя, он что-то делает. А бренд, это значит, какая-то монетизация этого дела. То есть, что-то за этим стоит. То есть, это бизнес-имя, вот так вот можно сказать, да? Значит, этот человек в чём-то соображает, в чём-то лучше других разбирается, или просто хорошо разбирается. И к этому человеку можно обратиться. Вот если он юрист, понятно, юридические вопросы надо обратиться к кому? К хорошему юристу. Как найти хорошего юриста? Есть связи. Сейчас всё более модно. Нырнул в Инстаграм, нырнул куда-то. Город, хороший юрист. Посмотрим, кого там выложили. Понимаете, да? То есть, экспертность. А как мы с вами можем показать свою экспертность? в том деле, о котором мы занимаемся? Как мы можем заинтересовать человека быть в вашей команде? Как? Заинтересовать собой, командой, результатами, то есть, доходами, путешествиями, излечениями, историями. Вот здесь вот, в нашем случае, да, истории возникают на уровне экспертности. Кто-то другой, кто в другом бизнесе, его истории, может быть, на уровне популярности должны звучать, да, или даже репутации. А у нас истории, они подтверждают всё, и экспертность в том числе. То есть, мы пользуемся историями других людей, своими, рассказываем их. Мы становимся, что, такими летописцами? Мы пишем, сочинения пишем. Вот тут, вот те, кто по литературе имели хорошие отметки, кто может изложить свою мысль, заинтересовать собой. Помните, да, сложно, это действительно сложно писать истории, рассказывать. Вот, у меня знакомая, она решила проблемы такие-то. Вот, она зарабатывала, скажем, ну, в евро, скажу, да, зарабатывала 200 евро, и ей было очень сложно на работе. Она и сейчас на работе зарабатывает 200 евро, но ей уже не так сложно, потому что ещё 300 она зарабатывает, потому что она пришла в мою команду, потому что мы с ней общаемся и помогаем. Она ещё 300 зарабатывает вот здесь, и у неё стало 500. И когда человек долго-долго жил на 200, а стало 500, жизнь изменилась просто кардинально, просто. А ведь на этом же она не остановится, она увидела новые цели, в новой горизонте, и она говорит, а ты я хочу тысячу. Она хочет тысячу, а я специалист, я помогу, я помогу человеку зарабатывать тысячу, она будет зарабатывать тысячу, потому что у нас великолепный маркетинг-план, великолепный продукт, и у нас классная команда. Всё. Взяли, отрекламировали сразу много чего, и к такому человеку люди могут потянуться, потому что кто-то прочитает, она жила плохо на 200 евро в месяц. А я плохо живу на 500. Мне 500 платит, я живу плохо. Может быть, мне там тоже что подскажут? Как? Да. История. Репутация. Ну, я скажу сразу маленькую, то, что я буквально придумал, бери для себя когда готовился. Иногда мы пишем в соцсетях вещь, которая потом будет неоднозначно воспринята. Может быть, воспринято неправильно. Поэтому до сегодня мы можем что-то писать, но, в общем-то, следите за своими лентами, возвращайтесь в историю и что-то, ну, даже не удаляйте, например, в Инстаграме есть возможность архивировать. Я захожу, когда в ленту, компания, я частенько там вот старые слайды, где цены у нас, цены, баллы, промоушены, я их архивирую. То есть, они из ленты исчезают. Почему? Потому что, когда сегодня придет человек, начнет ковыряться, посмотрит, какие цены у нас были три года назад, а у нас могли быть совсем другие цены, потому что у нас, когда там в пятнадцатом-шестнадцатом году была эта валютная, да, перетурбация, валюта в два раза изменилась, еще что-то. Товар сегодня одну стоимость имеет завтра, другую, там подходит срок, допустим, пользования, мы можем скидки делать. Но, словно говоря, если кто-то сейчас посмотрит на цены, которые были летом прошлого года, на Эйт, да, какие-то мы давали акции мощные, сейчас-то мы такие акции не даем, и человек, заглянув в прошлое, скажет, ой, там было так хорошо, сейчас не так хорошо, ой, не куплю. Чтобы это не мешало работе в бизнесе, мы архивируем, убираем, короче, из ленты часть фотографий, да, сохраняем сегодняшнюю свою репутацию, потому что она не должна быть основана на правильных наших действиях раньше, которые сегодня могут быть восприняты неправильно. Таким образом, человек, который получил, работает над личным брендом, может быть, он был в плохом эмоциональном состоянии, проблемы в жизни были, год или два назад, и он себе накатал туда, в соцсети, разборки со всеми близкими, родственниками, эти враги, там уже налоговые враги, здесь все плохо, да, показал себя не с лучшей стороны, сам, нырните в свои соцсети, проверьте свою репутацию. Но, далее, сегодняшний день, что вы пишете, какими словами, да, подставляете кого-то, нет, ругаете ли коллег по цеху и так далее. Для женщин, наверное, важна прическа, это часть репутации, да, одежда, в общем, караул. И в репутации, я бы здесь дописал, да, некоторые выделяют честность, потому что мы сейчас все больше живем в мире таком ненастоящем, человек реально один, а из него создают имидж, другой. Очень часто сейчас это бывает с такими молодыми артистами, да, вот он вообще, допустим, ну, я скажу грубое что-то, он не любит родину, не знаю, про какую страну говорю, да, не любит свою родину, он любит другую страну, просто всеми силами, потому что его так вот воспитали. Ну, ему предлагают роль, допустим, в кино, да, сыграть патриота, героя родины. Он идет, играет. Люди смотрят фильм, воу, там, супергерой-партизан, или разведчик, или там, летчик, он вообще весь, или он, может быть, на 800 лет назад снят, да, наш весь человек за нас, молодец, патриот, герой, надо с него брать пример. Создан в кино образ. Возвращаемся, а он ненавидит даже то, что сыграл. Видите, раздвоение такое, да, это вопрос, я говорю, про честность, репутация, честность. Очень хорошо бы, чтобы это совпадало. То есть, если вы создаете свой образ человека хорошего, станьте хорошим человеком тоже, да, создаете образ патриота, ну, и будьте патриотом. Создаете образ сетевика, так и будьте сетевиком. Создаете образ человека, который помогает другим, так и помогайте другим, да, честность в изложении, в написании, то есть, не переходить грани, не обещать невозможного, не обещать легкого и так далее, потому что особенно, ну, даже по деньгам, я уже молчу про здоровье, да, по деньгам, человек приходит, говорит, можно у вас зарабатывать тысячу долларов в месяц? Вы говорите, да, можно, приходи, работай. Он работает месяц, тысячи нет, работает три месяца, тысячи нет, он расстроился, начал кричать, ругаться, ну, скажите ему сразу, что выйти на тысячу, это год, твоей работы хорошей, твоей, я со своей стороны сделаю, гарантирую, еще и спонсор, еще и компания, но это твоя работа, поэтому, если ты надумаешь, там, скажем, обижаться, да, что ты быстро не выполнил, так ты на себя обижайся, твоей работы, он так, моей, а я думал, надо прийти, деньги кинуть и ждать, когда же я разбогатею, отвечаю, не, это не у нас, это купи сказку, буратино, закапывай, они сейчас по-разному называются, финансовых пирамид, полно, иди туда, у нас нужно работать, распространять информацию, обучать людей, создавать сети клиентов, иногда устать отвечать на их звонки, и так далее, и так далее, работа у нас, серьезная, у нас честно, популярность, даже если вы сверхэксперт, очень честный человек, и у вас хорошие результаты, но на вас подписано, скажем, целых 12 человек, члены семьи, популярности нет, информация не расходится, не будет того, что называется личный бренд, потому что личный бренд, опережая вас, вас знают даже там, где вас нет, вас знают даже те люди, которые вас никогда не видели, и в общем-то вас не знают, но почему-то знают, популярность, вот здесь вот уже важны другие, начинаются характеристики, например, писать в интернет, в соцсети регулярно, достаточно часто, поддерживать, чтобы мелькал, лайкать кого-то другого, чтобы вас лайкали, комментировать кого-то другого, чтобы вас возможно комментировали, подписываться на какие-то хэштеги, смотреть, как делают, учиться у них, то есть работать над тем, чтобы у вас был охват рынка больше, популярность, да, это очень важно, и, я уже заканчиваю, но еще далеко не все, еще раз скажу, не более, говорят так, не более 20%, ну просто постарайтесь, хотя бы половину можно, лучше меньше, 10%, одна из 10 публикаций, про продажи, потому что люди все больше не любят, когда им что-то продают, навязывают, втюхивают, люди уже поняли, что серьезные психологи, лучшие психологи мира, написали давно продающие тексты, с пробелами, и сказали, вот вставьте сюда слово и сюда, там, я, такой-то, такой-то, продаю, ду-ду-ду-ду-ду, какой-то продукт, да, все это написано, все это копируется, и отправляется, и очень часто человек, которому написал, вроде бы как, хороший текст, там все написано, взяли, договорились, позвонили ему, а тот не может ни на что ответить, ничего не понимает, мэкает, бэкает, заикается, не разбирается, говорит какими-то шаблонными фразами, которые у него, возможно, написаны, возможно, то есть он не эксперт никакой, а у себя в соцсети он эксперт, вот оно, несоответствие, поэтому, показывайте себя с разных сторон, да, и в нашем деле, в нашем деле, в отличие от очень многих других советов, можно добавлять больше личного, немножко больше семьи, сетевики любят это, вот у меня семья, у меня дети, вот-вот, я с детьми такой хороший, я с мужем, с женой, такие мы хорошие, путешествия свои, но всегда посыпайте это, что путешествия, потому что я сотрудничаю с этой компанией, у меня такая команда, такие вот наставники, мы вместе, поэтому путешествия у вас, и путешествий очень много, очень много, что я хотел еще показать, сейчас вы видите слайд, в смартфоне появляется, когда смотришь ленту инстаграмную, да, там появляется 9-12, вот таких маленьких картинок, но видите, здесь у меня больше, то есть на экране компьютера можно это сделать, да, то есть даже на любой странице нашего сайта, fukuidan-world.com, вы можете зайти в самый низ, в подвал сайта, и там есть вот иконочки, на иконку инстаграм, если нажмете, возникнет инстаграм-компания, вот оттуда я и 9 вырезал, да, это предпоследнее, есть еще сверху, но вот красивые эти лежали, почему, мне хотел зацепить вот такую вот картинку, то есть когда человек заходит на инстаграм-компания, у нас не лучший инстаграм, однозначно не лучший, он у нас сейчас такой информационный, когда вебинар, не забудьте, вот у нас продукт, вот у нас какие-то подарки, так скажем, все это сделано, ну, на хорошем-хорошем минимуме, да, ну, даже среднем минимуме, да, все-таки, вернее так, хорошем-хорошем среднем уме, не минимум, а среднем, можно что-то больше, да, инстаграм может быть вау-вау-вау каким, но, этого абсолютно достаточно, и даже с этого можно брать пример, но это компания, это не личный бренд, вот смотрите, здесь, что у меня тут, розыгрыш годовой, о, у них годовой розыгрыш, вот, у них кто-то выиграл 5000 денег, да, 5000 раз по 65 рублей, 5000 раз по 340 тенге, на автомобильная программа, классно, так, что тут, работа с обратной связью, да, любой сетевик скажет, интересно, а как они там работают с обратной связью, а где найти запись этого вебинара, да, о, как противостоять конкурентам, вообще прикольненько, прикольненько послушать, как же противостоять конкурентам, они же заедают, они же нападают вокруг, сплошные конкуренты, нас, всегда меньше, чем конкурентов, их всегда больше, да, это что у нас такое, человек, да, Багдаджу Сикеева, подарок получила, угу, купила на 10 тысяч, а, значит, в этой компании покупают, продукты регулярно, постоянно еще за это подарки дарят, классно, что здесь у нас, февраль, ну да, новости февраля какие-то были, здесь еще 100 денег кто-то выиграл, тут Анеза Джунжуза тоже купила на 10 тысяч баллов, сколько же они, какие у них богатые люди, сколько покупают, молодцы, подарки есть, кто и как ругается в ТВ Маркетинг, кто ругается в ТВ Маркетинг, а как ругают, да вообще классно, интересно, экспертно вполне, я вот вам сейчас рассказал, 9 штук, даже мне понравилось, там у нас, допустим, еще академия есть, должна быть выставлена и так далее, которая близко идет, или будет выставлена, у нас другие подарки, у нас сейчас удача выставлен, то есть, лента компании отражает жизнь компании и создает привлекательность, ваш личный бренд должен создать привлекательность лично к вам, понимаете, лично к вам, человек придет лично к вам, и вы поможете ему решить его проблемы, сначала проконсультируйте, как можете, я думал, у Людмилы спрашивал, может быть, несколько инстаграмов наших лидеров показать, посмотрел один другой инстаграм, и понимая, пока что один, другие сказали, почему не я, да, и мы решили взять за пример, но, опять-таки, Людмила не занимается этим, ну, скажем так, по шаблонным накатанным правилам, да, но все-таки личный бренд, Людмила Батакова, и так и называется у Людмилы ее в инстаграме аккаунт, да, ее канал в инстаграме, Людмила Батакова, в ютюбе, не в инстаграме, следующий будет инстаграм, сейчас ютюб, 77 тысяч подписчиков, еще 100 подписчиков, ого, да, эта цифра уже говорит имя, имя, личный бренд, вот, видно тут везде Людмила, и, в общем-то, это канал для женщин, и я даже не все смотрю и слушаю ролики, здесь, кстати, видно, вот красненьким подчеркнуто, это видно то, что я смотрел, то, что не подчеркнуто, ну, или там куки я мог стирать, 77 тысяч подписчиков, вот уже личный бренд, если видеоблогер с такой аудиторией что-то скажет, то люди это услышат, а Людмиле верят, верят уже, потому что она не обманывает, она ведет свой канал несколько лет, она делает это регулярно, честно, все более профессионально, там, софт, свет, камера, фото, вау, в общем, я даже уже не суть, обработка потом занимает очень много сил и времени, да, да, есть личный бренд, но в YouTube сложно, это очень сложно в YouTube, в Instagram легче, вот я тоже взял Instagram Людмилы Батаковой, это же руководитель сетевого отдела компании, кто же там в сетевой компании Мирфокаидана, да, руководитель, вот это вот, женщина с лохматыми волосами, по-моему, это была, я взял специально, видите, как обрезал, хитро, почему, потому что вот здесь внизу я, я есть, я думаю, личный бренд, дека Виктора Батакова туда добавлю, вот я фотографирую, снимаю, видеосъемку делаю Людмилы, а Людмила меня, классная фотка, а наша дочка София нас фотографировала, тут какие-то перчики, здесь очень такой показательный момент, так не надо делать все время себя, 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 но, вот, шесть наверху, они не помещались, поэтому, три обрезаны, это образы Людмилы, Людмилены, на пятом бизнес-форуме компании Фокойдан Волт, ага, это рекламированная компания, какой-то там бизнес-форум, какие-то образы, разные одежды, вообще, показ, муж что ли, красота, там еще выше тоже было, и потом Людмила сняла целое видео про эти образы, ходила, одевалась, там показывала, вот я, я на работу съездила, да, работа у нас была в Белеке, в Аркаде, и там приходилось, ну, женщины сами себе такое придумывают, приходилось каждый день менять образ, каждый день приходить на тренинг в разной одежде, на банкеты, а банкетов у нас, у нас с Людмилой было, по-моему, четыре или пять банкетов за это время, разных, да, тоже одеваться по-разному, в общем, караул, а женщинам это нравится, это создает все, что нужно, экспертность, по многим вопросам, честность, вообще интересно, здесь есть деньги, запах денег, что же за компания такая, куда там ездит этот человек, еще в подарок получает, и так далее, то есть, вплетайте в свои жизненные истории, в том числе информацию о том, что вы живете во многом, благодаря тому, что у вас есть возможность, хорошим продуктом пользоваться, получать вознаграждение, бонусы, хорошие, полноценные, либо дополнительные, от компании, путешествовать, развиваться, учиться, делать бизнес в интернете, у нас позавчера был озвучен набор подарочный, вот он на вашем экране, да, кальций, 2 пакетика альфы, 2 пакетика эйда, такой маленький наборчик в коробочке, вот видна и коробочка, то есть, которую можно купить у компании, и подарить, можно себе, можно кому-то, еще по срокам, да, на 23 февраля, мужчине, над тебе кальций, будешь крепким, да, будут у тебя кости, правильная сила, здоровье, такая минимальная, ну, для многих, вообще актуально, что же подарить, и подарок достаточно дорогой, 115 ДЕ, денежных единиц, и 100 баллов, то есть, вознаграждаемый, хорошо, да, то есть, я сказал, небольшое, а так, если говорить про стоимость, то какое-то ого-го, ого-го, но многие могут себе это позволить, а многим это еще и нужно, а некоторым, скажем, мужчинам, так вообще, по-другому и не подойти, к его здоровью, на тебе подарок, ты там защитник, да, будь крепким и защищай, давай, вот употребляй это дело, и на 8 марта можно подарить, та же самая история, молчу, на март еще не перехожу, да, есть у нас теперь такой подарочный набор, в магазине, ну и, теперь давайте личные бренды проверим наших лидеров, у нас во вторник, 25 февраля будет Академия, 13 Академия, очень знаковое, очень интересное, мощное событие компании, я скажу, кто там будет выступать, там будет выступать человек, одним из первых, или первым, Эмиль Копеевич Мухаммеджанов, и потом топ-10 компаний, лидеры, вернее, люди, которые зарабатывают больше всех, вот так вот, да, про Эмиля Копеевича скажу, личный бренд, Эмиля Копеевича, в компании Fukuidon World, вырос, многократно, мировой, он вам и сам расскажет, он, в компании, мир Фукоидана, занимаясь Фукоиданом, занимаясь своим делом, по поставленным задачам, он ездил с конференциями, он публиковался в научных журналах, мировых, зарубежных, про Фукоидан, про новое направление, то есть человек создал себе, что? Имя, имя Эмиля Копеевича Мухаммеджанов стало известно благодаря деятельности компании Мир Фукоидана, вот как, и он выступит, если раньше Эмиль Копеевич был просто профессор, и мы не очень-то понимали, что там дальше, то сейчас этот человек с именем, да, и это имя в мире известно, если поискать, найди, можно эти 6 статей, там больше будет статей, я слышал, что уже несколько лет назад, Эмиль Копеевич книгу пишет, книгу про Фукоидан, то есть, мы создаем, так сказать, базу информационную, вот истории, вот излечения, вот дозировки, вот сам Фукоидан, вот графики, не на этом рождается, вот личный бренд, Эмиль Копеевич Мухамеджанова, а кто еще будет выступать, давайте так, сами вы не пишите, а вот кто присутствует на вебинаре, из не топ 10, напишите, пожалуйста, кто еще будет работать на Академии, то есть, насколько вы знаете имена, и фамилии, лидеров нашей компании, насколько их личный бренд известен, у нас здесь сейчас не так много людей, значит, 10, даже 12 человек не имеют права писать, да, а другие могут, вот, другие, те, кто не входит в топ 10, напишите, пожалуйста, кто будет работать, и сейчас мы подумаем, помните, бренд, личный бренд, это то, что известно, когда человека даже не знаешь, а мы-то вообще-то знаем всех, ну, кто возникает, вот лидеры, какие фамилии возникают в списке в голове, пишите их, так, значит, Ольга Романова пишет, выступает, Владимир Михайлов, Ирина Ильичева, да, да, первый чек компании на сегодня, так, это же люди, обладающие личным брендом, в нашем кругу, тысячи человек знают это, кто еще, Татьяна Шагай повторилась, ну, а как сказать, две стрелы попали в одну точку, да, Ольга Романова что-то всех знает, Махбуба Кушербаева, да, выступает, да, личный бренд, госпожи Кушербаева, Кушербаева известен уже далеко за пределами Шемкента, вот как, хотя я даже не знаю там точно, ведет ли Люба Кушербаева инстаграм, как, какой, я знаю, что вот Владимир Михайлов и Ирина Ильичева не ведут в последнее время, то есть это тоже можно, но примерно год, а то и полтора не ведут, то есть бренд, личный бренд рождается в работе, так сказать, да, вот в том, что делает компания, в одном списке, в другом, топы, выступления, фотографии, значки, признания, компания тоже накидывает, 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 очень много про вас написано, про наших партнеров фамилий, и я, честно говоря, мало встречаю в инстаграме даже, такая вот, скажем, слайдик, да, где свою фамилию подчеркнули, или хотя бы мы сказали, смотрите, я тут среди участников, я участвовала в розыгрыше, да, удача мимо прошла, но я участвовала в розыгрыше, я не жалею, купила продукт, так, Татьяна Шагай пишет, Вера Фирсова, Елена Киякова, Татьяна Мирошкина пишет, Людмила Батакова, нет, 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 Людмила Батакова, вычеркиваете, Людмила Батакова не является лидером компании сетевым, она руководитель, одна из руководителей сетевого отдела, но, как говорится, имя бежит впереди, да, бренд зашкаливает, поэтому иногда известных людей приписывают и не туда, так, Вера Фирсова уже была, Алма Шакпарова, так, опять Татьяна Шагай написала, Зарина Абдулина, Анеза Джунжу запишет, правильно, правильно, ну, все, 10 что ли человек уже, по-моему, не все, по-моему, не все, чей личный бренд, так, Романа Вольга, Марьяна Акшараева, Даниар Акшараев, да, ну, сейчас уже почти все, да, и вот тут, сейчас сидят те, кого не написали, из десятки, там, что меня не пишут, что меня забыли, вот, Татьяна Шагай вспомнила, Жанна Садыкова, обычно пишут своих, да, ну, кто ближе, кто вот спонсор, поэтому, когда у вас много людей на вебинаре, много людей в компании, много людей в группе, о вас и помнят много людей, и Алма Адельбекова, ну, по-моему, уже, уже все, вот этим людям отдельно и дополнительно компания 25 февраля помогает усилить их личный бренд, но, чтобы это сделать более серьезно, эти выступающие наши партнеры, входящие сегодня в топ-10 компаний, они должны в своих соцсетях это как-то использовать, я выступаю на Академии, я в топ-10, там будут замечательные люди, в том числе вот тут вот и я есть, да, то есть по-разному можно написать, как-то написать, но написать. Итак, спасибо, с вами был Виктор Батаков, следующая встреча в, у нас будет в VIP комнате во вторник, в то время, которое вы видели на слайде, 11.00 по Москве, 14.00 по Нур-Султану, 25 февраля, Академия, она продлится 5, может быть 6 часов, это серьезное мероприятие, но не выходя из дома, спокойно, бесплатно, это очень мощно, это очень современно, это может быть не настолько хорошо, когда лицом к лицу к человеку, но это дома, бесплатно, прямо к вам, лучшие зарабатывальщики, самые богатые партнеры компании, Фукоидан Волт, будут работать для вас, и Эмиль Копеевич Мухаммеджанов, который о себе, конечно же, тоже расскажет, но главное, он расскажет про Фукоидан, который входит практически во все продукты компании, мир Фукоидана, спасибо, с вами был Виктор Батаков, пока-пока.